В небе туча хмурится, 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 скоро грянет гром, скоро грянет гром. Дождь пойдет по улице, 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 с жестяным ведром, с жестяным ведром. Жизнь как песня. Синоптики заверили, завтра проливные дожди с грозами пройдут по всей стране. Местами возможно шквалистое усиление ветра, осадки напитают почву влагой. В нескольких районах уже зафиксированы излишки. На Витебщине у зерновых пожелтели листья. Отдельные метеостанции Гродненской и Минской областей отмечают полегание посевов. Тем не менее, эксперты предрекают большой урожай. На севере Белоруссии зацвела пшеница. На юге у ячменя и овса наливают зерна. Непогода охватила юго-запад Китая. По данным МЧС, от наводнений и штормов пострадало 14 миллионов человек. 78 погибли или пропали без вести. Из бедственных районов эвакуированы 744 тысячи жителей. Прямые экономические потери составили без малого 4 миллиона долларов. Стихия не думает отступать. Согласно прогнозам, в течение недели на центральные и восточные регионы будет выпадать от 30 до 50 миллиметров осадков в час. После затяжных дождей, одна из крупнейших рек мира Брахмапутра вышла из берегов. 2000 индийских деревень скрылись под водой. За сутки катаклизм унес 24 жизни. Свыше миллиона человек покинули свои дома. Второй месяц лета Бобруйск встретит комфортной погодой. Небольшая облачность и без осадков – девиз предстоящей среды. По улицам города пройдет юго-западный ветер. Вечером с порывами до 13 метров в секунду. Днем потеплеет до плюс 25. Ночью воздух остынет до 15 градусов выше нуля.